Встреча с Донбассом 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 Ошибки, в моем понимании, грубейшие, скажем, применение силы, даже не ошибка ему, это уже варварство в чистом виде. И тут есть смысл руководителям, будь то офицеры, будь то руководители, которые принимают решения, четко себе отдавать отчет, что за все это придется отвечать. Это однозначно. Значит, это факт исторический, вопрос не в том, что хочет или не хочет Виктор Иванович, а вопрос в том, что это будет. И если кому-то кажется, что их кто-то покроет из-за океана или что-то, нет, это иллюзия отбросить. И наоборот, в нужный момент отдадут, и отдадут именно на растерзание толпы. Значит, это закономерность историческая, и она так и будет. Значит, кроме того, очень большие проблемы по жизни нескольких поколений будут у всех тех, кто непосредственно стрелял самолетом по своим гражданам, стрелял с танков. Скажем, стрелял по своим гражданам. У них по жизни будет очень, и это коснется их семей всего. Опять, это исторический факт. И верите мне, сходите к любой ворожке, сходите к историку, только, ну, не выдумщику, а именно реальному историку. Вот, зайдите к любому, и вам это любой специалист подтвердит. Поэтому мое мнение, что любую цену это прекращать боевые действия с обеих сторон. Причем первый должен прекратить тот, кто их начал, потому что, в общем-то, отсюда грейсии нет. Потом совместно надо решать вопросы, убирать оружие с улиц, с городов и так далее. И следующее, это налаживать обычную нормальную жизнь, а не отрабатывать заказы, извините, заокеанские по уничтожению населения. Это, в общем-то, я считаю, что это чистая измена Родины, предательство. Хорошо, а такой вопрос. А каковы, так сказать, ваши взгляды на перспективу? Как вы думаете, что будет потом, завтра, после завтра, в каких условиях Луганщина встретит новый 2015 год? Вообще, давать прогнозы, дело, как бы, неблагодарное, потому что есть, в общем-то, различные варианты. Даже если сейчас все это смотрит, работают. Сохранится ли Луганская Народная Республика? Или пойдет под натиском сил врага? Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, ни одна, ни другая, не упадет. Они могут быть, если, конечно, позволят, если, конечно, их позволят, они могут быть, конечно, оккупированы на какое-то время, значит, но не более того. Потом все равно все это встряхнется, все равно все это освободится. То есть, больше, чем временно занять, не получится, это однозначно. Но вопрос, получится ли занять вообще хотя бы временно. То есть, вероятность того, что... Кроме того, есть вероятность, из-за того, что, в общем-то, из той массы, которая носится с автоматами, скажем, толком никто не понимает, что делать, а просто стрелять всех, кто сюда идет, скажем, то будет проблема еще вторая, скорее всего, то есть еще третий круг, то есть очищение от тех, кто просто носится с автомата в сторону тех, кто, в общем-то, думает и организовывает процесс. Значит, я слишком туманно сказал, да? Это примерно так и будет. Вот так вот, как наше общество туманное. Как наше будущее туманное. Да, как наше туманное. Ну, хорошо. Сошли всего третий круг, потому что там пойдут уже, начнут спрашивать из тех, из других, из тех, кто воспользовался, кто бомбил, кто стрелял своих, с них начнут спрашивать, начнут спрашивать, значит, тех, кто гравил, воспользовался моментом, и тут будут разговаривать оружие гораздо жестче, чем сейчас. Сейчас это еще цветочки, но придет именно к этому. Ну, вот, народное ополчение Луганщина, которое Вы возглавляете, какое оно, конкретные шаги, действия предпринимает сейчас и собирается предпринимать? Я не возглавляю. Народное ополчение, я играю с начальником штаба, скажем. То есть, на лидерство я не претендую, у нас задача более скромная, скажем. У нас задача видеть перспективу, обеспечивать людей жизнедеятельность, медикаменты и так далее, и так далее. То есть, как раз проблема в том, что лидеров слишком много, и вот одна из задач, это собрать их в мест и посадить за столько переговоров, чтобы они договорились. Скажем, вот, это основная задача. То есть, Вы, как скромно, на лидерство не претендуете ни в коем деле. Понимаете, в чем дело? В моем управлятии лидеров быть мало. Лидеров-то много, на самом деле. Нужно быть тем человеком, который трезво может про себя организовать и взять на себя ответственность. У нас же, как все хватает автомат, никто не понимает последствия того, что ты взял. То есть, поэтому я прицепляю наружу и не беру в руки, значит, потому что, ну, как бояться его последствия. Значит, и стараемся решать это, ну, как бы, мирным путем. Понимаете, хотя и не без того, что у нас военные подразделения, в том числе группа административного реагирования, которые, которые задачи вполне четкие, то есть, не допустить сюда входа чужих, не допустить мародиоза внутри, никаких других задач и не будет делать, то есть, каких-то там боевых действий, чего-то они не ведут. Задача не пускать сюда чужих, то есть, ничего есть на чужой территории. И не пускать, не допускать мародиоза. Вот с этим, ну, это основные задачи сегодняшний день, наш именно групп, значит, с которыми мы ее прямо угадали. Так, ясно. Ну, вот, наш оператор интересуется, как возникло народное ополчение, в чем оно нуждается на сегодняшний момент, что вы можете сказать по этому поводу? Народное ополчение, оно возникло, как бы, если может показаться, что это стихия, нет, это очень четкая закономерность, вот те самые митинги перерасли в организационные структуры, значит, была она одна в Уганской гвардии, следом за ним было вот народное ополчение одно, значит, следом за ним появились подразделения, это то, где, в общем-то, народ участвовал, я не скажу, что за себя, я просто один из участников, которые они создавали сам организован. Ну, то есть, вы пошли с митинами в Уганской гвардии, как-то более организованно, можно так сказать? Я помогал Уганской гвардии, сам мне, честно говоря, не определился с ним, то есть, я просто помог ей организоваться, вот и все. Значит, ну, так как, вот опять, проблема с лидерами, когда лидеры начинают брать все на себя, значит, ну, тогда последствия такие, что, ну, вот. Ну, в Уганской гвардии на сегодняшний день это общественное движение, не больше, не больше, скажем, превратилось. Ну, нет, просто тут с лидерами было достаточно нормально, был Харитонов, а потом, когда его убрали, на первой планной выдвинулся Алексей Мозговой. И тогда уже поздно откуда-то отношений, Мозговой никакого отношения к Уганской гвардии не имеет. Ну, поэтому, вот, я и хотел бы досить Мозговой, откуда я. Мозговой сам по себе, Мозговой договорился, в честь и мое хвала, скажем так, с партнерами, скажем, Мозговой договорился с рядом их вопросов, но ничего, скажем так, у него не получалось организационно создать. Мы ему помогли создать. Значит, дальше человек почувствовал себя вождем, то есть, тут каждый его считает, что все должны идти за ним, значит, поэтому слишком много направлений. Значит, хотя, в общем-то, понятно, что все придерживаются одного мнения, что надо, как бы, область очистить от пришлых, скажем так, а потом уже наводить здесь парень. То есть, пришельцев здесь быть не должно. Это односношение. Значит, что касается, внуждаемся, в чем? Значит, на сегодняшний день, спасибо огромное, вот, скажем, населению, огромное спасибо, благодаря помощи населения, и на сегодняшний день у нас люди более-менее, скажем так, сыпи, скажем. Ну, по крайней мере, на сегодняшний. Понятно, что мы же не только сегодняшний день, что придет завтра и послезавтра. Значит, проблемы сейчас, ну, это в городе все заметили, что пропали дешевые сигареты, там большие, на дорогие никто не претендует, скажем так, но, раз дорогие есть, значит, но есть такая болячка, скажем, когда люди курят, и... Ну, лично я бросил, чтобы голова не болела, но есть люди, которые не бросают пока курить. Значит, проблема с медикаментами, то есть, особенно, перевязочные материалы, там, такие вот оперативные, именно медикаменты для боевых действий. Начинают избавивающие, там, жгуты, ну, так вот, целые пакеты, вот, я жил, ну, написывать я их не буду целиком, любой медик это знает. Значит, то есть, они должны быть, и если раньше у нас они просто лежали, вынужденных особо не было, то последние события показали, что они очень нужны, и нужны, чтобы они были у каждого. Теперь они, если раньше у нас лежали в аптечке, то теперь они должны быть у каждого единого. Значит, здесь еще, конечно, очень серьезная проблема, это топливо, потому что выезжать на патрулирование, выезжать на мероприятия различные, я, прошу прощения, не буду дальше глубоко удаляться, скажем, в эту тему. Значит, нужно топливо. Ну, пока вот нам помогают в натяг, но нам пока хватало. Но эта проблема остается очень острой, топливо. То есть, ну, в основном покупаем за деньги, а сейчас топливо нам не забыли. Если кто-то может привезти, ради бога, мы будем очень рады сейчас получить. Ну, и хотелось бы... Если кто-то человек у нас инсулино-зависим, то, как бы, по минимуму, то, конечно, инсулино-патеринозависим на этих ребятах. Пока вот, в мелкими дозами находим. Ну, и хотелось бы вот все-таки уточнить. Народное ополчение, а какие оно конкретно районы, Луганщины контролирует? Понимаете, в чём я? У нас сейчас народное ополчение имеет несколько подразделений. То есть, это то, что сказано само по себе. Значит, понятно, что мы сейчас и контролируем там. Значит, мы там решаем все вопросы России, и мы будем против процесса немышленного. Ну, то есть, район Лисичамск, потому что это все Орденецк. Да, это он так решил. Это, как раз, то, что мы считаем неправильно. Решили даже не эти коллегиами, они кто-то, может, повел туда-сюда, с нашим. Значит, второе, это вот периферия вокруг Луганства. Это группа быстрого реагирования. Значит, здесь вопрос в том, чтобы ограничить подходы к городу, внезапные атаки на город, и так далее. Потому что в городе оружия более чем достаточно, скажем, город может обороняться, но для того, чтобы так это не было, это внезапно, и для того, чтобы прикрыть, грубо говоря, на спину повезти тем, кто сюда попробует зайти, существуют эти группы. Наверное, ни одна их много. То есть, подступы к Луганску все-таки есть. Мы контролируем. Значит, я не буду говорить ни удаленность, ни места, ни направления. Значит, начать мы контролируем. Очень среди. Значит, и внутри Луганск у нас тоже подразделения. Основные функции, как я уже объяснял, это первое, недопущение сюда входа в посторонних, потому что здесь и так хватает напряжения, тут посторонних не хватало. Второе, это то, что, в общем-то, раньше выполняла милиция, приходится часть функций мародосимая. Расследов или чем-то мы не занимаемся, вот прямое мародерство, прямые грабежи, то есть, и крайне ничего жутко. То есть, поддерживание общественного... Ну, и взаимодействие, я думаю, с милицией, с тем, что от нее в Луганске в городе осталось. Пока, в большей степени только общаемся, прямого взаимодействия пока, к сожалению, нет, но мы над этим работаем. То есть, нам хотелось бы, чтобы оно было. Отрабатываются эти мероприятия, для того, чтобы это все-таки случилось. Мы считаем, что милиция должна участвовать. Сейчас у милиции проблема какая? Есть, где люди служивые. Значит, одни, значит, там, за белых, другие за красных, там, где-то, третьи за черных, там, и каждый тянет свою сторону. Значит, я разговаривал со многими офицерами, мне позиция больше всего нравится. То есть, они не должны быть ни красными, ни белыми, ни зелеными. Они должны охранять общественный порядок и работать четко в соответствии с законом и милицией. Не принимая никаких участий, никаких, каких-либо столкновений политических, идеологических, и уж тем более военных. Значит, точно, как они, недопустимо абсолютно дергать ее туда-сюда, тем не менее, за меня, за меня, ни за кого, за закон милиция должна быть. И все. Это однозначно. Вот это наша позиция. Прокомментируйте, пожалуйста, вчерашние события на квартале мирном. Вы имели какое-то отношение к ним? Ну, непосредственно наше подразделение нет, потому что туда вошли подразделить там достаточно было сил. Значит, мы прокомментируем следующее, что первое, как я уже сказал, что не только мы занимаемся здесь, ряд подразделений, которые не пустят чужих сюда на территорию, подвели подвели и чужих. Столько раз предупреждали, не надо сюда заводить правосеков там, фашистов, отморозков там, уголовников и прочих. Значит, сколько нами подхватили, армейские подразделения, если они народ не трогают, их тоже никто ни разу не трогает. Тут вошли подразделения, которые функции в большей степени карательные, провокационные и так далее. То есть, попросили уйти, не ушли. Им помогли, этот вопрос решили. Значит, предупреждали, что так будет. И так будет однозначно. В городе никто не выйдет. Если попробовать войти, то пусть попробуют еще потом выйти отсюда. Скажем, то есть, никто здесь не будет в городе, в хозяйстве, кроме самих горожан. Значит, это однозначно. Значит, второе, скажем, то же самое вчерашний показал. Очень остроту, как раз, ну, ту проблему, когда должно быть четкое взаимодействие. То есть, хотя, в общем-то, это были уже, как бы, ребята, которые имеют опыт и все. Скажем, когда подходят несколько отрядов, взаимодействие не хватает. Но это вот то, с чем работало. То есть, вы подтверждаете информацию, что на территорию этой погранчасти вошли представители Национального Гвардии и правого сектора? И что стало непосредственным предлогом для Аркадии? Конфликты, вот все последние конфликты, которые возникали, это когда водились, это чушь. Все, ну, их отфитов здесь нет. Опять, обратите внимание, в отличие, скажем так, от того, что творят, скажем там, некоторые западные районы или там, центральные районы, наши ни одного ни разу не трогали. Я вам случай на границе, раз, скажем, когда было столкновение, стреляли, наших было пять раз меньше ребят там. И первые не начинали стрелять, первые пошла по эти бригады, которые пришли поговорить, и пофиксировать, что они просто ушли. Так как те не ушли, да еще и начали стрельбу, причем шквальные бои, там чудом уценили люди. Значит, естественно, что пришлось объяснить, что тут так просто без разбора стрелять нельзя. Им помогли это объяснить. Значит, то же самое ситуация была на признанном пункте обл. военкомата, когда первые начали стрелять. Объяснили, не надо здесь стрелять, не надо нарушать тишину в этом городе. Мы, в общем-то, гордились до сих пор, что здесь было тихо. И мы этой тишины, эту тишину мы хотим сохранить. Нам плевать, кого там избрал Киев президентом, скажем, потому что из того выбора, скажем так, там и выбирать, особо там не есть, кого выбирать. Народ не захотел выбирать. Не захотел. Это не наша проблема. Не ополчение, значит, мы не занимаемся большей политикой чересчур. Скажем, эта проблема не договаривается с народом, почему он не хочет голосовать за этих людей. Скажем, это не наша проблема. Но есть другой вопрос. Скажем, договоритесь с людьми, чтобы они захотели за кого-то голосовать. Не надо из-за этого в них стрелять. То есть наша задача сберечь людей и тишину. Все. Других задач у нас нет. На сегодняшний день программ застава над каким контролем находится? Это вопросы больше не к Киевскому ведению находятся. Поэтому вопрос к ним больше. Но знаем, что... Нет. Вчера удалось ее очистить от правосыков? Или... Там, да, там пришлось. Или там все-таки они... Частно, что однозначно вышли сначала те, которые местные были, ограничники, те, которые именно военные, скажем, то есть которые призывники молодые убрали за ними, родители пришли. Значит, но потом после долгого, это впервые такой затяжной польгу, до этого таких затяжных не было у нас мероприятий, точно 5-40 минут максимум того. А так 5-10 минут. Вчера судьба была где-то до 7 вечера, до 8-10. Как мне сообщили, штаб вопрос особенно решили. Значит, еще раз подчеркну, что если люди не наделали слишком много беды, то, как правило, если мы просим идти, если уходят, то мы помогаем людям уйти, и еще в этих случаях ни один у нас не пострадал. Если люди откровенно стреляют, их будут уничтожать физически. То есть не надо здесь стрелять наших людей. Ну и последний вопрос, Виктор Иванович, так сказать, немножко вас лично. А кем вы были до того, как началась русская весна? Можете несколько слов с ними сказать? Ну, я как бы учился, ну я учился на... Но вы межчерлендите. Я местный, я здесь родился в Луганске, вырос в Луганске, крестился в Луганске, учился, женился, все в Луганске. Значит, был в армии, потом вернулся, значит, все время у меня были руководящие посты по жизни, значит, потом, в конце концов, когда все было разрушено, ушел в народную обычную рабочую профессию, значит, ну и начались те события, которые начались. Значит, так получилось, что обладая группой там, в том числе создание спецподразделений, значит, я их создавал, они были лучшие через свое время, скажем так, то есть, получалось так, что мне пришлось заниматься этой работой. То есть, вы такой организационный работник. Я вообще всю жизнь был руководителем, менеджером, скажем так, ну да, я организовал творческое спецподразделение, но, как бы, мы выполняли, опять же, те же задачи, это во времена рейфа по борьбе с мародерством, с бандитами, которые нападали, то есть, для меня это не новая задача, абсолютно. То есть, это может быть.